В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте, в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе раньше времени начался период уборки поселений после зимы. Демонтировали оборудование зимнее и установили поливомоечное оборудование и все, что связано с летним сезоном. В районном историко-культурном центре запустили новый онлайн-формат уроков мужества для школьников. На сайте историко-культурного центра можно посмотреть все те программы, которые у них на сегодняшний день проходят. Видным впервые состоялись соревнования среди малышей. Они вместе все готовились, тренировались. Даже сейчас семьи, мы видим, присутствуют здесь. Мама, папа, малыш. В муниципальном бюджетном учреждении Дорсервис пока еще не наступила горячая пора – уборка перед летним сезоном. Как правило, подготовка к нему начинается в апреле. В этом месяце проводятся и традиционные субботники. Но благодаря не очень холодной и практически бесснежной зиме уже сейчас на улицах поселений можно увидеть уборочную технику. Несмотря на то, что зима в нынешнем сезоне была относительно теплой и снега выпало мало, на дорогах в течение зимних месяцев было рассыпано большое количество песко-соляной смеси. Поэтому главный объем работ именно на дорогах. А их введение Дорсервиса более 300 километров. В прошлую неделю у нас была устойчивая прессовая погода, поэтому мы часть техники переоборудовали уже, демонтировали оборудование зимнее и установили поливомоечное оборудование и все, что связано с летним сезоном. Поэтому у нас половина примерно техники уже работает в таком режиме по фактической погоде. В апреле у сотрудников наступят горячие деньки. Именно в это время необходимо преобразить элементы дорожной инфраструктуры, помыть знаки, бордюры, металлические элементы ограждения и обновить дорожную разметку. Кроме этого, сотрудники Дорсервиса займутся посадкой кустарников и цветов и украсят город ко Дню Победы. Всего в работах будет задействовано 650 человек и более 150 единиц дорожной техники. Но и в марте сделано уже немало. Мы ведем уже обрезку, коронирование деревьев сезонную, весеннюю. Мы готовимся к высадке однолетних растений, многолетних растений. Очистили уже несколько прудов, которые находятся на общественных территориях. Очистили от мусора, который всплыл из-подо льда или из растающего льда появился. Внести свою лепту в уборку территории муниципалитета смогут и рядовые жители. В течение апреля на территории городского округа запланировано проведение четырех субботников. Днями благоустройства с участием населения определены 4, 11 и 18. А 25 апреля состоится традиционный общеобластной субботник. Россия приспосабливается жить в условиях карантина. Каждый день на просторах интернета появляются новые бесплатные платформы, где можно гулять по музеям или смотреть театральные постановки. Не отстает и районный историко-культурный центр, где запустили новый онлайн-формат уроков мужества для школьников. Подробнее в репортаже Юлии Погасьян. В обычно очень людном историко-культурном центре сегодня как никогда пусто. Но эпидемиологическая ситуация не повод прекращать знакомить школьников с историей Великой Отечественной войны. Поэтому здесь решили записывать онлайн уроки мужества. На сегодняшний день, конечно, это выход из ситуации. По крайней мере, можно обратиться. Тем более дети находятся сейчас на каникулах. У них свободного времени много. Они могут обратиться к этому. На сайте историко-культурного центра можно посмотреть все те программы, которые у них на сегодняшний день проходят. А у нас каждый день проходит программа. Мы каждый день записываем эти вещи. Процесс несложный. Свет, одна камера, микрофон. В остальном так же, как и при обычном массовом мероприятии. Ведущая, сотрудник историко-культурного центра, на фоне военной хроники рассказывает о нескольких эпизодах Великой Отечественной войны. Мальчишки в солдатских и мастерках. Они встретили войну, не успев подразделить. И война их воспитывала. Этот онлайн-урок был посвящен детям войны, нашим землякам, пережившим ужас того времени. Все уроки строятся на подлинных материалах и документах, которые хранятся в фондах ИКЦ. Например, воспоминания о военном детстве, тяжелом военном детстве. Николая Ивановича Данилова, Ивана Андреевича Бугрова или Петра Владимировича Сидорова. К сожалению, их сейчас нет. Но остались воспоминания. И это яркие, живые воспоминания. А для ребят это очень важно. Такой формат позволяет прикоснуться к истории Великой Отечественной войны не только школьникам, которые обычно были гостями уроков мужества, но и всем, кто пользуется всемирной паутиной. Жительница Росторгуева Валентина Васильевна Приказчикова. В то время она была школьницей. Мы дежурили бригадами, наблюдали за небом. На полях Росторгуева в деревне Жуково стояли воинские части и зенитные батареи. Следующий онлайн-урок будет посвящен малолетним узникам концлагерей. Он пройдет в апреле. Неизвестно, какая обстановка с пандемией нас ждет в мае, но сотрудники историко-культурного центра намерены продолжать делать онлайн-уроки столько, сколько понадобится. И уже готовят большую программу в честь празднования 75-летней годовщины Великой Победы. Пусть и в онлайн-формате. Юлия Погосян, Кирина Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ. В рамках подмосковного проекта «Про героя», посвященного 75-летию Победы, жители Ленинского городского округа могут поделиться воспоминаниями о своих близких, участниках Великой Отечественной войны. Наша съемочная группа побывала в Молковской библиотеке, где работает студия акции. Я хочу рассказать о своем прадедушке Занегине Васильевиче. Ученица Молковской школы Ирина Занегина готовится к записи в импровизированной библиотечной студии. Немного волнуется. Рассказать о своем прадедушке хочется много, но уложиться нужно в одну минуту. До Великой Отечественной войны он еще воевал на Финской войне. Там он воевал три месяца, а после, из-за тяжелого ранения, он был госпитализирован на восемь месяцев. Также после Великой Отечественной войны он получил орден Красной Звезды. Рассказала про своего героя и Дарья Киселева. Ученица шестого класса признается, что практически ничего не знала о судьбе прадеда, кроме того, что он воевал. Мне понравилось о нем рассказывать, потому что мой дедушка, я про него почти ничего не знала. То, что война тяжелая была. Заведующая Молковской библиотекой Елизавета Коробкина рассказала, что в акции активно принимают участие дети. Школьники с первого по одиннадцатый классы приходят практически каждый день, чтобы записать ролики про своих родных, участников Великой Отечественной войны. С 10 марта мы уже активно снимаем. Благодаря Молковской школе у нас постоянно приходят участники. На данный момент у нас снято 26 роликов. Акция про героя стала прекрасным поводом открыть и дополнить семейные архивы. И интерес к ней среди жителей нашего округа продолжает расти. Очень хорошо, что идет такая акция. Где-то общаемся, где-то узнаем что-то новое. И вот на фоне вот этого, как бы они переписывали историю, мы узнаем ту историю, которая была на самом деле. Акция стартовала 31 января за 100 дней до 9 мая. И проводится Министерством культуры Московской области в честь 75-летнего юбилея Победы. Рассказать о своем герое и записать видеопортрет можно до 31 марта. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Видном впервые состоялись азартные, зрелищные состязания среди малышей. На старт вышли совсем крохи. Самому младшему всего 9 месяцев, а старшему год и 7. Наша съемочная группа понаблюдала за маленькими чемпионами. Дистанция всего 3,5 метра. Возраст участников от 9 месяцев до года и 7. Видно, прошли необычные соревнования за бег ползунков. Правила очень просты. Нужно прийти, ну или доползти, как можно скорее. Они вместе все готовились, тренировались. Даже сейчас в семье, мы видим, присутствуют здесь мама, папа, малыш. То есть они друг друга поддерживают, взаимодействуют. Вместо тренеров мамы, которые всеми силами подбадривают и как могут мотивируют своих малышей и малышек. Может, получается, не всегда милые карапузы и не думают никуда спешить, но здесь точно очень и очень весело. В нашем городе маловато таких для маленьких детей соревнований, поэтому это очень здорово, прям атмосфера такая детская. Очень интересно. И победа действительно не главная, ведь для каждой женщины ее ребенок – маленький чемпион. Многодетная мама Аксине Гераськина признается, что материнство – это лучшее, что может случиться с женщиной. В них смысл жизни, это и есть наша жизнь. Она стала лучше, интереснее, ярче. Не скучно. Не скучно на этих соревнованиях и отцу семейства. Девочки, большие умнички, организовать такой праздник, такое мероприятие впервые. И все очень классно. Дети все довольны, счастливы. Такие состязания в Видном прошли впервые. И дебют удался. На этом семейном спортивном празднике царила особая атмосфера тепла и уюта. А еще – доброты. На протяжении всего мероприятия шоу – благотворительный сбор для маленького видновчанина Филиппа Литвинова, страдающего онкологическим заболеванием. Чтобы ты скорее выздоровел. Такой ответственный момент. Поэтому все за тебя переживают. В завершении забега самые быстрые и ловкие карапузы получили свои первые в жизни медали. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.